Музыка Музыка Костя, расскажи, как идея родилась Да, идея родилась Всем привет, во-первых Секунду, Вика, а у нас интернета нет на ноутбуке? Надо попросить, чтобы устроили Да, всем привет, Тимофей, спасибо большое за... Спасибо, что приехали Вы сами из Воронежа? Из Ростова, почти Ростова Но направление правильно У вас бизнес, организационно, операционно, где находятся, где люди сидят? 99% в Ростове, собственно, и сидят Я почему-то все время думал, что в Воронеже? Нет Сколько человек у вас работает? 45 плюс-минус, ну там как бы флуктуации, но что-то в этом районе Это реально, это просто, это большой бизнес С чего вы начали вообще? Когда вы начали заниматься темой рынков, в каком году, и с чего вы начали? Мы начали в начале нулевых Начали с кастом-программинга, то есть мы писали под TradeStation индикаторы, всякие утилитки Развивались собственными силами, то есть... Ну и мы на самом деле не самые крутые, вот здесь в зале сидит Ренат, они сделали за то же время, в принципе, гораздо больше, чем мы Но мы во многом, у нас не было никаких инвесторов, мы как бы самоучки, все делали своими силами, много итераций, много ошибались Вот, и потом мы, в конце концов, начали писать свою первую десктопную платформу, она MultiChart называлась, может быть, кто-то слышал Вот, отсюда, в принципе, весь бэкграунд, все доменные знания Идея TradingQ родилась, как только появились технологии вебовские, позволяющие сделать что-то по-настоящему крутое в вебе Мы понимали, что это необходимо, мы понимали, что мы знаем, как это сделать И все удобство, которое есть на TradingQ, она, в принципе, отсюда А MultiChart это была именно вот ассоцина, которая устанавливалась на ПК? Да, это тяжеловесный, несколько миллионов строк кода продукт со всякими там оптимизациями Сами его начали писать? Да, мы его начали писать сами, но, опять-таки, это заняло 5 лет, чтобы стартануть это То есть не так, что мы пришли, уселись, влили туда кучу денег Просто мы 5 лет, в то время было все дешево, и разработчики были дешевые То есть мы как бы сидели, занимались этим А вот, когда вы начинаете такой проект, сколько времени проходит разработки до того момента, когда вы начинаете продавать первый экземпляр продукта? В случае TradingQ это заняло около 2 лет А MultiChart? Это заняло еще больше, поскольку там было все сложнее в те времена, у нас не было тех знаний, того опыта А как, я не понимаю, как можно печатать продукт, несколько лет, не имея никакого дохода? На что вы жили, собственно? Если ты спрашиваешь про MultiCharts, да ни на что не жили Ну мы, программист в те времена, в Ростове неплохой, стоил 100-150 долларов Вот, мы по TradeStation писали Custom Programming, кому нужны были стратегии или индикаторы, автотрейдинг Что-то на этом зарабатывали, да? Да, это в принципе можно было договориться за 50 долларов в час, для людей там индикаторы писать То есть мы, в принципе, там 500 долларов зарабатывали и на 500 долларов могли трех программистов кормить То есть делали такие аутсорсинговые программирования? Да, чтобы было понятно, к сожалению, вот как многие пишут свои мемуары, там, я не знаю, начиная от Тинькова и заканчивая всеми остальными То есть я считаю, что такие кейсы, они, к сожалению, тяжело воспроизводимы То есть в данном случае наш опыт... Повторить тяжело будет Да, поскольку времена сменили, сейчас хороший разработчик в Москве уже стоил там за пятерку долларов Но сейчас подешевел, это хорошо Может быть в какой-то степени, если еще там до 70 сейчас просядет рубль, вот на следующий послушаем, подсадет или нет Да и должна конкуренция растет, да? Да, конечно, конечно А Мультичарс, вы вышли из проекта на 100% в какой-то момент? Каким образом? Кто купил? Мы, ну, эксита полноценного еще не было, он должен был быть, но там сделка сорвалась То есть сейчас он, скажем так, мы продолжим по-прежнему в нем, мы на 100% им владеем Но он не требует никаких от нас трудозатрат, то есть мы ничего в нем абсолютно не делаем Он сам собой работает и в принципе там по большому счету стагнация идет Но деньги какие-то приносят? Да, приносят Окей, как вы финансируете проект TradingView, то есть откуда деньги, потому что 45 человек кормить, не знаю, это большой денежный поток должен быть И как вы, вот самое интересное, ну давайте с этого начнем Финансировать мы его начали из ресурсов, которые у нас были с Мультичарса Соответственно, был хороший момент с той точки зрения, что мы могли использовать разработчиков, которые занимались Мультичарсом Мы могли использовать их на TradingView Плюс, как Стас начал говорить, благодаря Стасу, его знанию английского идеального Мы прошли отбор в топовый американский стартап-акселератор То есть эти люди, которые вас специально готовят к раунду инвестиций И в ходе этой программы мы зарейзили сид раунд Там 600-650 тысяч, то есть этих денег нам хватило Какую дольку компании отдали за 650 тысяч? Если не секрет, конечно Ну это была форма Converable Debt Ага То есть как таковой процент, да, еще не раздавался Да, нам нужно закрыть целиком сейчас раунд, чтобы понять, сколько мы отдали Сейчас мы работаем с нашими друзьями Zitec Capital, чтобы закрыть раунд Сколько вот всего раундов финансирования было? Ну только одним Пока только один? Да Ну вот интересно то, что вам все-таки И это реально очень редкий случай для России Вам удалось создать в России продукт, который конкурентоспособен на мировых площадках И я так понимаю, даже вот потому что я вижу по зарубежным форумам Что основной потребитель вашего продукта это не российский клиент Вот насколько процент в бизнес международный? Ну он международный в данном случае Ну если убрать только Россию То есть сейчас Россия занимает, наверное, процентов 15 Вот, к сожалению, этот процент у нас раньше был выше Но я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся по поводу России Ну я надеюсь, выше был он за счет того, что вы просто активно привлекаете людей на Западе Ну вот у меня реальный интерес, корыстный, наверное, даже в качестве Как вы умудрились завоевать зарубежного пользователя на совершенно конкурентном рынке И на рынке, где привлечение одного клиента очень дорогое То есть вот как? Как вы пробивались? Что вы делали? Да, секрет на самом деле очень прост Надо, и об этом на первом круглом столе говорилось Нужно сделать продукт, который легко запустить и легко использовать То есть если ты делаешь один-два клика И у тебя есть доступ к рынкам Значит, все хорошо В этом смысле нам, с одной стороны, в каких-то вопросах удалось бюрократию биржевую победить То есть договориться с какими-то биржами Ну это, мне кажется, вообще такая сложная задача Вы же с каждой биржей общались индивидуально, как-то выходили на них И они с вами разговаривали даже Сейчас у нас одна Америка Ну вот как бы Стас договорился с СМЕ, по крайней мере Вот, там да С Бовеспой еще Да, сейчас с Бовеспой мы так же договорились Мы разговариваем так же и с Москвой, конечно Ну, как там процесс переговоров с московской биржей продвигается? В какой стадии? Я на всякий случай поясню для всех То есть основной камень предкновения Это получить нормальную маркет-дату И как бы, чтобы не стоило это миллион тысяч, миллионов С Москвой мы договорились Все хорошо То есть в самое ближайшее время мы запускаем МВБ Причем на локализованной версии То есть там все будет по-русски И там даже будет То есть легкий доступ к дилею То есть задержан на 15 минут данным Моментально Плюс возможность докупить рилтайм Если это человеку нужно То есть вы как вендор будете выступать? Да, мы выступаем То есть то, о чем вот говорили господа с московской биржей Вендоровая лицензия Да, мы выступаем как вендор К сожалению, все это занимает иногда непрогнозируемо много времени Ну, из-за бюрократических, юридических формальностей В этом смысле, я не знаю Просто хотелось бы еще раз сказать это вслух Как в карму докинуть Что, конечно, со стороны бирж и больших организаций Для таких людей, как мы То есть для софтверд-девелоперов Особенно для стартапов Хотелось бы более простой формы общения И каких-то льгот, еще чего-то Потому что, конечно, вот Обычных юзеров, которые в конце концов Будут пользоваться сервисом И все от этого выиграют Обычные юзеры от этого страдают Мы просто От бюрократии вот этой, да? Мы тратим, объективно мы тратим годы Годы на то, чтобы сделать доступно для юзера сервис А с теми групп было проще договориться Чем с московской биржей Тоже тяжело, но в конечном счете Это получилось А Москва нам так или не дала тех преференций Которые даже ЦМЕ дала На самом деле Окей Все-таки интересно Что вы делали конкретно Чтобы Заполучить зарубежного пользователя Вы покупали рекламу Какие инструменты продвижения использовали Что вы делали? Это я расскажу больше по моей части То есть с точки зрения техники Костя сделал обалденный продукт Который объективно лучше Других онлайн графиков Платформ, которые были Есть, мы так считаем, на данный момент С точки зрения продвижения Ни цента никогда не платили за продвижение Весь маркетинг полностью органичный То есть продукт продавал себя сам? Да, но через убеждение То есть никто Мы ожидали, что все набегут Но никто сразу не набежал Приходилось звонить, искать людей И предлагать им это И этим занимался я Сделали очень удобную и легкую Встраиваемость виджетов Другие сайты Через как YouTube видео То есть если раньше это было очень трудно У нас это легко Я звонил Звонил, звонил, звонил Дозвонился до одного там Блогера очень известного Говорю, вот у нас такие графики есть Возьми И он скажет О, интересно Взял себе блог за посыл К нам 100 тысяч человек пришло В этот день Блин, ну ты молодец, конечно Но Ритхель, кстати, он контактный Даже если с ним в твиттере общаешься Он отвечает свободно Да у него же целая команда Там в твиттере и так далее заведует То есть у него там SMM отдел такой, да? Я думаю, да Потом в LinkedIn просто Нахожу интересных контактов Добавляю, пишу, говорю Вот есть такое бесплатное предложение Абсолютно То есть И активно приходится дергать людей Чтобы подсаживать их на графики Конечно Ну, мне кажется А вот то, что вы поставили на SMM групп Графики Это же тоже, наверное, дает некий поток Люди смотрят графики там Семьи Ну, у CME В смысле Трейдинг-вью И начинают как-то искать там Конечно Это топ-даун-аппроуч В плане маркетинга То есть Видят все на сайте биржи Но у CME Трафик 3-2 миллиона Уникумов в месяц Это не самый большой наш партнер У инвестопедии Мы висим на главной странице У инвестопедии есть? На главной? Да И на всех чартинговых У них 9 с лишним миллионов В месяц В месяц, да Ну, кстати, вот Не знаю, что-то Меня не впечатляют цифры, если честно Ну, не супер У Google Finance 40 миллионов Да, вот это как бы масштаб Но туда еще пока не удалось проникнуть Ну, у Google Finance По крайней мере Мне рассказывали там два человека Которые не очень заинтересованы в модернизации Yahoo MSN Работаем с ними А Yahoo Finance Как-то контактирует Контактируешь с ними по поводу продукта Ну, честно говоря, контактировали Да, они хотели наши интерактивные чарты На тот момент у нас не было такого продукта Платформу Потом они решили свою делать Но мы думаем они вернутся У Кости такой есть ростовский акцент У тебя американский акцент Ты много времени в Америке провел? Well, I lived in Chicago for a total of one year And in Vancouver for twelve years Twelve years? Что ты там делал? 12 лет в Канаде Жил То есть ты еще и по-французски, наверное, говоришь? Ну, говорил когда-то Вообще меня увезли и меня не спрашивали А, ну понятно Слушай, а как ты вернулся в Ростов И познакомился там, не знаю, с Константином? Как вы его? Чудак А? Он утверждает, что я чудак Что я вернулся Но на самом деле мне там стало скучно Понимаю тебя Я там отучился в университете Захотелось переехать в Россию Пожить как взрослому Вернулся Абсолютно случайно нашел их на Headhunter Когда деньги стали кончаться Ага Специалист техподдержки Сознанием английского Думаю английский Знаю компьютеры, люблю Слушай, ну вот надо признать Что у вас, наверное, такая синергия В вашем партнерстве Потому что ты, как бы Костя, видимо, гениальный программист А ты гениальный специалист по связям с общественностью Который, в общем, вывел продукт, надо сказать, на мировой уровень Ну, не знаю, до гениальности далеко, конечно Главное, что сошлись такие компоненты Что вот есть офигенный продукт Я могу продвинуть его То есть одно без другого действовать не будет То есть это все с лечения обстоятельств Не, ну надо признать, что продукт действительно уникальный В том плане, что он действительно самый по юзабилити лучший Из тех, что, ну вот Юзабилити дизайн, это все Костя, кстати Да, спасибо большое за мнение А ты нас только не сглазь, пожалуйста Потому что путь еще большой И в том числе и Россия Ты веришь в сглаз? А? Ты веришь в сглаз? Ну, мало ли С нашей работой во все начнешь верить В танцы с бубном Вы расскажите, какие планы дальше на жизнь Что вы будете делать Что добавлять Я так понимаю, что трейдинг, это не только графики Это еще некие социальные Социальные сети, да? Где люди постуют Ну, как бы Публикуют рекомендации По вашим графикам И сколько у вас сейчас В комьюнити зарегистрированных пользователей? У нас активных пользователей в месяц Где-то 470 тысяч Из них зарегистрировано 120 тысяч 140 С ума сойти По планам на самом деле На данный момент Все, я бы сказал, стандартно То есть Наш план Перенести то, что у нас Было в десктопе И мы знаем, как должно работать В клауд и на веб То есть дальнейшие планы Это бэктестинг Это нормально, качественно работающий Автотрейдинг Это сканеры Это как бы Техническое направление Другое направление Параллельное Это Локализация платформы И подключение Интернашнл дейта Ну, вот в том числе В первую очередь Москвы Это он говорит технически А если Что это значит для пользователя То мы хотим создать Грубо говоря Место, где Русские трейдеры Могут общаться по русски О российских акциях Ну, такие Сом-комьюнити Чтобы стало все Не в общем потоке Как сейчас А немножко более Доступно Окей Скажите Операционно вы В профите Если это не секрет Или пока Компания убыточная И требует Финансирования внешнего На данный конкретный момент Мы в нуле А То есть уже в нуле Это уже неплохо Да Это замечательно Это вас избавляет От необходимости Как бы размывать дальше Капитал Там отдавать дольку Ну, по большому счету Ну, то да Но Есть еще Много вещей Которые нужно покрыть То есть Сейчас мы находимся Которые требуют инвестиций Да Это требует дополнительных инвестиций Ага То есть бывают инвестиции Что либо привлеки Либо сдохни А есть инвестиции Для роста Которые можно с умом Потратить Не торопясь Как будто за тобой Бежит горячий поезд Окей А вот вы С некоторыми брокерами Сотрудничаете Они ставят свой логотипчик На ваши графики И ставят ваши графики На свой сайт Это вы Как бы Такой Вин-то-вин Подход То есть они пиарят ваши графики Вы их ставите С логотипчиком Либо они вам за это что-то приплачивают Ясно Ну, по сути У нас только один логотип Сейчас на нашем сайте Это экзанты Ага Это Начало нашей Они сейчас наш единственный спонсор Ага Но вообще это начало Нашей рекламной модели То есть где мы сможем Ну, размещать рекламу Но не назойливые баннеры А как-то Более полезно И для пользователей И для рекламодателей То есть это вид просто рекламы такой Это вид рекламы сейчас А, я понял Они просто первые Ну, времени у нас очень мало Даю буквально вот Возможно, что-то хотите сказать Людям рассказать Про свой продукт Там, про планы Или Давайте, наверное Может вопросы Лишнюю минуту на вопросы Вопросы это много сказано Потому что мы Перебираем уже по времени Есть у кого-то вопрос Вот Я бы на самом деле Может ваших Лада Давай вопрос Ну, по каким инструментам есть Delayed data Какие есть онлайн Ну, мы полностью официально Сейчас работаем То есть Все, что должны показывать в delay Мы показываем в delay То есть бренд нефть не посмотреть Онлайн, например То же самое Фьючерс СНП 500 Не посмотреть Реалтайм нет Акции у нас Америка подключен БАЦ так называемая То есть это электронная Биржа Которая Там в онлайне можно смотреть Да, но это заменитель Надо это понимать Ну, то есть Все это Исходя из тех правил Которые диктуют сами биржи Да А почему вы не можете сделать Как, допустим, на сайт ForexPF сделал И фигачит все в онлайне Которая Инвестинг Дон Ком называется По-моему, да? ForexPF Нет, ForexPF он и есть Вот это очень хороший вопрос Спасибо Это наша основная боль На самом деле Потому что мы публичные Мы официальные И мы не можем себе позволить Так делать У нас официальные отношения С брокерами И с биржами А вот такие вещи И я, кстати, хотел задать вопрос Именно бирже Что делать? То есть это вопрос не к нам А вопрос больше к бирже Эти ребята, эти люди На самом деле убивают Не просто бизнес А в принципе делают нас Неконкурентоспособными Несмотря на наши усилия Сделать крутой продукт Для всех вас То есть в принципе Рано или поздно Это может свести все усилия на нет Нет, но вы можете же Как принято поступать Таких случаев Стукануть биржам И биржи уже сами будут Разбираться с этими Они не разбираются Ну на самом деле Мне кажется, что нет Потому что вот допустим Ты же знаешь этот ресурс И он существует уже много Но московская биржа Например, разбирается Если туда стукануть То они начинают связываться с вами И как бы выяснять Ну, я могу сейчас показать ресурсы Где ММВБ в релтайме тикает И они за это ничего не платят Ничего Ну вы обращайтесь в биржу Биржа на них надавит Через суд Роспортепнадзор Они как-нибудь с ними Так сказать Это все понятно Но сайтов таких много А у нас бизнес То есть это в принципе Не наша забота Должна быть Отлавливать этих нарушителей Ну, логично Да, смотрят сами биржи Логично, то есть сами биржи должны Да Окей Еще один вопрос И поедем дальше Пару коротких вопросов Давайте Может быть прослушал Модель монетизации какая? Рекламная или на подписку будете приходить? У нас сейчас три модели монетизации Будет четыре Если кратко Это подписки Вторая Это B2B То есть мы лицензируем нашу платформу Третья Это реклама Четвертая Когда мы включим трейдинг Будут небольшие отчисления От брокера За introduction клиентов А источник доходов по каналам Получается Какой основной будет? Или они в равной пропорции? Сегодня Семьдесят процентов Это СААС подписки И по пятнадцать процентов На рекламу И B2B Трафик анализируете Насколько интерес Иностранных инвесторов К российским продуктам? Это очень хороший вопрос Кость Мы анализируем Именно эти цифры сейчас? Ну нам еще и рано Их анализировать Поскольку Вот буквально Потому что у нас их нет, да? Да Мы их включаем Все уже решено Бюрократические вопросы Решены Скоро появятся все рынки Мы с удовольствием Эта информация На смарт-лабе поделимся И последний вопрос Если сейчас Отмотать время назад Имея ваш опыт К акселератору пошли бы Или напрямую фонды? Мой ответ Мой ответ 100, 200, 300 процентов Да Конкретно в этот Есть много плохих Techstars Того стоит И я не устаю это повторять Это Для развития В моем плане Для бизнеса Оно дает еще что-то Кроме денег? Они Даже денег особо не дают Они Дают Network На всю жизнь Они дают Network Помощь Exposure И опционально дают Convertible note В 100 тысяч Которые можно брать Или не брать Мы взяли Окей Можешь еще вопрос От Антона? Всем привет Я как раз из компании Exante Во-первых Хочу Выразить благодарность Ребятам за то Что они сделали Такой классный сервис Мы очень рады быть Их партнерами И спонсорами И у меня вопрос От Тоже от тех Кто вами пользуется Когда наконец Будет Chart trading Когда можно будет Торговать С графиков Сим Ну Симуляционная торговля Уже Готова Она В закрытой бете Мы ее запустим Буквально Со дня На день В паблик Все Все остальные Брокеры И их подключение По большому счету Будут зависеть От Количества Желающих Торговать Именно с этим брокером То есть Тут мы будем От рынка Отталкиваться Пока что Никаких Кур Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok